Мы работаем, кроме того, с Российской Федерацией, с инвесторами, мы работаем еще с инвесторами с Польшей. Они тоже заинтересованы построить теплический комплекс в городе Лисаковск. Тоже работа идет. Спасибо. Спасибо. Хабар, агент. Здравствуйте. Дамир Галиев, телеканал Хабар. Хотелось бы узнать, глава государства дал поручение привлекать средства международных финансовых институтов на реконструкцию, ремонт и модернизацию ЖКХ. Как в вашем регионе выполняется это поручение? Ведь, как известно, в частности, наш телеканал рассказывал, что в городе 80% систем водоснабжения изношены. Спасибо. Спасибо. Да, действительно, есть проблема по изношенности сетей. Это сети водоотведения, водоснабжения, тепловые сети и другие сети. Есть вопросы. Но сегодня мы подписали предварительное соглашение СИГРРР, и, точнее говоря, Европейский банк реконструкции и развития, на сумму 8,1 миллиарда тенге. Это КТЭК, Кустанайский, значит, компания, которая подает тепло, и Горводоканал, Кустанайсу. Сегодня 5,7 миллиардов тенге – это средства Европейского банка развития, реконструкции и развития. Остальные средства – это будут транспорты средствоприканского бюджета по 0,73 программе. На эти финансовые средства мы хотим значительно снизить износ сетей. Конечно, все не получится, но хотя бы 5-10% у нас есть программа. Сейчас проект документации разрабатывается, и мы эту работу будем держать на особом контроле. Кроме того, мы дополнительно еще привлекаем финансовые средства, чтобы выполнить ремонт сетей ЖКХ. А так, конечно, износ есть. И это приводит к потере воды, потере тепла и так далее. Но в этом направлении, конечно, мы должны работу проводить более оперативно. Спасибо. Спасибо. Человек из Закон, пожалуйста. Полина Ню, Человек из Закон, здравствуйте. Архимед Багижанович, ходят слухи, что с вашим приходом ожидается наплыв октябинских компаний, способных потеснить местных предпринимателей в сфере государственного распределения тендерных заказов. Как вы это прокомментируете? Спасибо. Ну, слухи я не знаю. Может, слухи ими останутся. Сейчас государственные закупки регулируются законом о государственных закупках. Какая компания имеет высшую категорию, опыт работы и так далее, и цену дает ниже, она признается обычно в практике победителем. Например, вот сегодня есть департамент государственных закупок. Прежде чем назначить руководителя, вот я вам говорю, я документы направил в агентство, сейчас уже на Национальное бюро, по противовести коррупции, чтобы дали информацию. То есть на все вот эти ключевые должности идет вот такой подбор кадров. Потому что это самые такие вот, можно сказать, опасные участки в нашей работе. Мы должны, конечно, подбирать очень тщательно кадров в этом направлении. После того, как получаем мы из других правоохранительных органов положительную какую-то оценку и так далее, я вот, например, открыто говорю, я назначаю кадров. Поэтому, как я уже говорил, ни одного человека не с бывшей территории Ак-Тюбинской области, там, в бывшей области я работал там, да, я не привозил, не собираюсь привозить. А компании, они могут быть из разных областей, даже сейчас сегодня ЕАЭС у нас, и оттуда могут участвовать. Например, вот по газификации села Федоровского района компания Тургаз участвует. Она представляет Южно-Казахстанскую область. Вот, компания САПА, вот я знаю, крупный водовод ремонтирует, московский. Почему я их знаю? Потому что выездные совещания я проводил, они эти грузаковы провели, они были еще давно. САПА, кажется, она с Астаны города. Был в Денисском районе, там здесь канализация строится большая, там с Караганды, название компании не помню. То есть они могут появляться. И до моего прихода две компании, я посмотрел по документам, в Кустанайском районе ремонтировали, кажется, водовод. Они были, одна была с Актюбинской области. Поэтому могут появиться, но такого повального, я не думаю, что не будет. Потому что, ну и у нас сегодня в Кустанайской области компании есть, которые могут работать. Поэтому все будет только на законных основаниях. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Мы уже в прямом эфире работаем около 70 минут. Архимед Бекижанович, я предлагаю ответить на последние два вопроса, после чего мы завершим нашу работу. Пожалуйста, 31 канал и Олег Рябченко, готовьтесь, пожалуйста. Ас-саламу алейкум. Бақытыр Алибай, 31 дилеріна. Бірінші тұрақ, жана, сіз өзіңіз айттыңыз, жана, мұнау, өнемдеу барысында мәдени кейбір шарыларға қысқартулар жуеттеп. Бұл, 1916 жылға ұлтозады көтерістің жүржілдіға өтілмек. Жалпы Амангелдаудан баста ошақтарын бар болған, сіз басқарапын олбысқа ғарайд. Осы жүржілдіға арасында қандай шарылар өткізілмек. Жалпы Амангелдаудандағы Амангелда орта мектебінің, және Амангелдиман фатындағы мемориалтық мұражайды, жөндеуге қарастырлама. Және екінші сұрақ, және енді кейбір ауылдардан көші басталып жатырдыңыз, осы Торғай Жангелдин ауданын мұнай табылғаннан кейін инвестор сатыпалып кейбір ауылдарын көшіреттегі мәсіле айтылған халық алаңдаулы осы мәсілегі нақтылық беріп өтсеніз. Және үшінші сұрақ, облысты бұрын басқарған Нұралы Салвақасыппен жұмыс парасында осын жеке өмірдей кезесіп бөрдіңіз бе? Осы кәз кезесіп егі көзесіп тұрасыз бе? Және Рудының қаласында қазақша атаулы көшілер жоқ деп шағым айтып жатады, өзіңіз осы қалаға барғаны байқадыңыз бауасында жабайды. Рақмет. Рақмет сақтырыңызған. Бірінші сұрақ, бұна үнемдеу өйінші жаң айттыңғы. Шаралар мәдени саласы болсын, басқа салалар өйінші үнемдеу өйінші тапсырма берілді. Жалпы енді бейілғы жаңағы жүр жылдық, азаттық, ұлттық өтерлеске жүр жылды олады. Маңызды оқиға. Оғанда біздер арнай өзіміздің үш шараларымызды бекіттік. Ең баста мәселе бұл жүрті жаңағдай жүзлен астам, екі үш жүн астам кейілер тұғып жаңағдай орын атып. Төйілу өймес мәнін беру, жастарға руха нейтар би беру, біздің негізі мақсатымыз елбасының текелей тапсырмасы бар. Осы бағытта жұмыстарда жалпы осы көп қаржа шығармай. Продолжение следует... 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 обеспечить постоянную занятие населения на ближайшую перспективу, то есть на дальнейшую перспективу. Потому что есть вопросы по дальнейшей добыче бокситовых руд, вопросы есть дополнительные. Мы сейчас делаем резервирование земель, отрабатываем. И, конечно, мы должны развивать малый бизнес. Сейчас мы прорабатываем с фондом ДОМУ, совместное выделение денег пока прорабатываем, и в основном хотим направить средства на развитие малого бизнеса, чтобы каждый предприниматель занимался своим делом. То есть такие у нас планы есть. Спасибо. Архимир Бегежанович, на этом я хочу поблагодарить вас за участие в нашей пресс-конференции, пожелать вам успехов, удачи, крепкого здоровья. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем. Благодарю вас за активное участие. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok